Продолжаем следить за развитием событий и, среди прочего, напоминаю, что лейтмотивом сегодняшнего эфира будет визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, где он, среди прочего, встретился с президентом Соединенных Штатов Байденом и выступил в Конгрессе. Подробнее об этом визите, о выступлении, о встрече двух президентов, о договоренностях и, возможно, немножечко о закулисье поговорим с нашей коллегой, корреспонденткой ТСН из Вашингтона Ольгой Кошеленко, которая присоединяется к нашему эфиру. Ольга, приветствуем вас. Приветствуем. Доброе утро. Ольга, вы следили за этим визитом. Наверняка у вас сложилось собственное впечатление о произошедшем. Поделитесь, пожалуйста, для начала этим впечатлением. Ну, коллеги, это было неожиданно и вызвало очень большой резонанс и интерес как со стороны прессы и американской, и иностранных журналистов, которые аккредитованы в Вашингтоне, так и со стороны простых граждан. Могу сказать, что сегодня, когда мы шли в Белый дом на встречу Зеленского и Байдена, люди просто подходили и спрашивали, что вот правда, что Зеленский приезжает, что вот когда он тут будет проходить. Ну, то есть, как бы люди очень четко идентифицируют, кто это. И, как сказал сегодня Джо Байден в начале встречи с Зеленским, что вы, человек года, журнал «Таймс» признал Зеленского и весь украинский народ персоной года. И, безусловно, это очень высокий интерес. Хотя этот визит держался, и, наверное, это тоже подогрело в определенном смысле интерес. Этот визит держался в большом секрете. Его начали готовить неделю назад, и исключительно, ну, очень мало людей знали о том, что идет такая подготовка. И только вчера вечером по американскому времени, когда уже Зеленский, очевидно, поехал на поезде из Киева в Польшу, о нем объявили в Белом доме, и то с условием того, что не будут, скажем так, журналисты, которые знали эту информацию, ее обнародовать до определенного момента. Это, конечно, были очень высокие риски по безопасности, и Соединенные Штаты дали Зеленскому свой самолет, на котором он прилетел в Вашингтон, и на котором полетит назад домой, потому что понятно, что его жизнь и безопасность сейчас вопрос очень высокой важности. Спасибо за исчерпывающий действительно ответ. А вот давайте теперь обговорим то, что произошло в Конгрессе Соединенных Штатов. Мы видели эти кадры, когда одно только появление Зеленского, там двухминутные овации были. Давайте более детально остановимся на ключевых месседжах Владимира Зеленского, которые прозвучали. Вот какие, по Вашему мнению, стали наиболее знаковыми? Я могу подтвердить то, что Вы сказали. Зеленского встречали в Конгрессе как супергероя или звезду. И когда он только шел к трибуне, все буквально конгрессмены и сенаторы хотели пожать ему руку, каким-то образом поприветствовать. И американская политика, она, знаете, такая достаточно эмоциональная, потому что в Америке принято так активно, бурно реагировать на выступления политиков, поддерживать. И сегодня все это мы видели во время выступления Зеленского. Уже посчитали, что 21 раз прерывали его выступления аплодисментами. И скажу, что в целом это была очень достойная речь, и она была очень хорошо подготовлена и била вот в очень правильные такие, ну скажем так, болевые точки американского общества в хорошем смысле этого слова. То есть то, на что реагирует американское общество. И в первую очередь была направлена эта речь именно на американскую публику. Она была иногда пафосной, иногда с такой долей юмора. Основные тезы такие, что первую битву за умы людей мира мы уже выиграли. У Путина больше нет контроля над умами. Украина не жалуется и не просит ничего просто так. И все эти денежные пожертвования, которые делают Соединенные Штаты и партнеры, это не благотворительность, а инвестиция в свободу. И Украине нужна только победа. Миллионы людей, как сказал Зеленский, через два дня будут встречать Рождество, возможно, при свечах без света и тепла. И все равно будет за столами на Рождество только одно желание. И только об одном люди будут просить – о победе. Даже не о мире, а именно о победе. Потому что жертвовать своими территориями, жертвовать своим суверенитетом Украина не будет и не готова. И главное, как мне кажется, что пообещал Зеленский Конгрессу, что следующий год станет переломным в войне. Он не уточнял почему, но это прозвучало достаточно обнадеживающе. Оль, скажите, пожалуйста, а как вам выступление Байдена? Прозвучало несколько фраз. Среди прочего, Байден заговорил вновь о дипломатии. Правда уточнил, что Путин, во всяком случае, на данном этапе не выражает никакой готовности вести диалог. Ну, тут, собственно говоря, ничего нового не прозвучало, потому что Соединенные Штаты на разных уровнях, на уровне президента Байдена и людей из его команды говорят о том, что рано или поздно вся эта ситуация таки приведет к дипломатии, к переговорам за столом дипломатическим. Тем не менее, сейчас констатируют, что Путин не готов к честной дипломатии, не готов завершать войну, и он продолжает ее эскалировать. Что ж, Соединенные Штаты и партнеры будут поддерживать Украину и давать всю ту помощь, которая необходима для того, чтобы побеждать на поле боя. И, кстати, сегодня один из вопросов, который задавали журналисты президентам, а что же заставило Зеленского лично перелететь за океан? Что такого они обсуждали, чего нельзя было обсудить по телефону или каким-то другим способом? И если отбросить просто красивые слова про партнерство и общие ценности, что в целом правда, но тем не менее у меня сложилось такое впечатление, что обсуждались сегодня президенты гораздо больше, чем сказали потом на пресс-конференции. Вот именно на пресс-конференции, как мне показалось, они пытались говорить минимально и обтекаемо, а то и вовсе отшучивались. Зеленский, например, сказал, что у него по результатам разговора с Байденом есть четкое понимание того, как будет усилена оборона Украины в ближайшие месяцы. Но я не хочу об этом говорить, добавил Зеленский. Спикер Совета нацбезопасности Джон Кирбик, пожалуй, ну точнее всего, как мне кажется, сформулировал цели визита Зеленского. Мол, война, как он сказал, сейчас пришла к той фазе, когда пора обсудить, что делать дальше и каким может быть справедливый мир. Но никакой другой формулы справедливого мира и вообще завершения войны, кроме победы Украины в войне, президенты не предъявили публично. И, в общем, к визиту Зеленского Соединенные Штаты приурочили, сегодня, это уже вчера, получается, выделение очередного пакета оборонной помощи, который включает в себя такой важный пункт, как система противовоздушной обороны «Патриот», пока речь идет об одной единице. И, тем не менее, это очень важный сигнал, потому что мы помним, что 9 месяцев назад, когда война началась, Соединенные Штаты категорически говорили, что патриоты не могут быть предоставлены Украине. Ну и вот сейчас, как мы видим, ситуация изменилась, и она меняется, но не так быстро, как, к сожалению, нам бы хотелось. Но, тем не менее, это говорит о том, что у Соединенных Штатов есть четкая уверенность, что Украина правильно, рационально использует те ресурсы, которые ей предоставляют, и обещают, что так будет и впредь. Ольга, ну, очень, знаете, сейчас хочу развить вашу совершенно верную мысль относительно того, что очень позитивную тенденцию мы прежде всего увидели. Вот Владимир Зеленский заявил, что возвращается домой с хорошими новостями. А теперь я предлагаю немножко поменять вектор разговора. Вы как человек, который глубоко в теме, на самом деле, вот, например, буквально сейчас находитесь в Вашингтоне. Скажите, пожалуйста, в целом, вот как вы ощущаете отношение общества Соединенных Штатов к этой войне? Чувствуется ли внутри государства вот такая же монолитная поддержка Украины, как это мы видим со стороны руководства страны? Соединенные Штаты очень большая страна, и когда тут находишься в определенное количество времени, понимаешь, что очень сложно говорить о каких-то одних Соединенных Штатах, у которых есть единая оппозиция. Вот можно сказать, что Соединенные Штаты все люди считают так. Но в целом, если посмотреть на факты, фактом неоспоримым являются промежуточные выборы, которые тут были в ноябре, и они показали, что республиканская партия, которая, часть республиканской партии, которая использовала тезисы о том, что Украине не следует помогать больше, что и так слишком много помощи было оказано, о том, что интересы Соединенных Штатов должны быть в центре, а Украина на периферии. Это, конечно же, не было ключевым вопросом на выборах, но тем не менее мы видим, что эта позиция в том числе, эта позиция проиграла. И в целом, если так смотреть архетипически на этот вопрос, для американцев вот эта история войны России против Украины, она вкладывается в целом в их представление о мироустройстве, о борьбе добра и зла. То есть четко понятно, что зло — это Россия, которая является агрессором, и Украина защищает свою независимость, свой суверенитет, и, что важно, свою свободу. А для американцев это, поверьте, ключевая ценность. Они воспитываются на том, что свобода — это еще с фильмов, с детства, с мультфильмов, что свобода — это одна из самых важных и приоритетных ценностей. И вот это для них очень понятные вещи. И то, что еще вдохновляет американцев, как мне видится, это победы Украины на поле боя, когда они понимают, что вот та помощь, которая оказывается, она имеет эффект. Американцы — люди практичные, понимают, что они платят свои налоги, и Украина использует эти деньги, использует оружие и показывает хорошие результаты на поле боя. Это их очень вдохновляет, как мне видится. Оль, спасибо большое за то, что присоединились к нашему эфиру. Как бы хотелось знать, что происходило за кулисами, вот когда камеры были выключены, о чем договорились два президента. Но я думаю, что мы де-факто узнаем это по изменяющейся ситуации на поле боя, приближающейся победе. Редактор субтитров А.Семкин